Мечом разыгрывает и исполняет именно даже разруль разыгрывающего. Ну что же, ему не так привлекательно. Коленич снова бросает. И валить эту скалу. Ну а Кайл Хайнс, уверенно, реализует первую попытку. Млажет вторую, но здесь хряпа нет. Снова не прочь поцентрить против Диксона, но всегда не прочь он. В отличие от того, как предыдущая игра у него была, хороша. Ох, как затянул тут Удо. О, смотрите, свалил нашего оператора. И при этом Икте Юдо поднимает нашего оператора на ноги. Приносит ему свои извинения и отправляется пробивать штрафной. Очень хороший мяч. Бой гигантов, посмотрите. И Хайнстер не уступал. Завис тут Удо. Серьезный мяч забил. Но... Дотовый против Хиггинса. До этого справился он. А вот и Юдо демонстрирует игроке турецкой команды. Там и особо взлетать ему не пришлось. Но тут уж Бобби Диксон выбрал такой путь. Ах, зевнул Хиггинс Калинича и Никола. Очень легкие очки из-под количества ЦСКА. И там ним кормить не забрасывали. Два очка они набрали за четыре почти минуты второй четверть. Теодосич. И читает все тот же Юдо. Эту передачу еще хотел в ногу Хиггинсу. Диксон снова получает возможность для атаки. И здесь хорошо иметь право на такие броски. С длиннейшими руками Юдо, который всегда готовит побороться. И если его не отсечь, а здесь потерять в середине второй четверти Юдо. Как ни странно записной снайпер. Торяем снайпер организованно. Но опять же. Милош делает передачи, которые мы видим уже постфактурно. Миша, собственно, и все. Снова Воронцевич берет инициативу на себя. Сделает передачу туда внутрь. И это проблема. Джексон. Юдо еще и на него переключился. Бросок накрыт. Две десятки секунды у ЦСКА. Остается на атаку. Пушкошник как-то легко накрыл Юдо тут Джексона. Разговоры в раздевалке. Обычно ЦСКА как-то так может стряпнуться. Сейчас сначала мне понравилось. Этот парень забивает. Агастин против Юдо. Секунды на атаку остается. И Джеймсу нужно бросать. Да, получи с Фриланда возвращает в игру. И Тудис, который вернулся в игру. И к Юдо. То есть три из четырех. И в цель попасть меньше. И отскок совершенно непредсказуемый. Но снова так пытаться. Слабые. Если они такие и есть. Стороны игры ЦСКА. Здесь уже много вариантов. Во-первых. Уже три блока сделал. Все на его счету. Все три блокшота. Очередная потеря теперь от Теодосича. Но почти чем достаточно. Юдо. Ну и здесь все исполняет. Фигнейшее. Да. На высшем уровне. Истину, что хороший патт зря не пропадает. Хиггинс. Время не поджимало-то, кстати, Кори. Зачем? И снова Воронцевич. Центрового ростом 2-7, наверное, сколько там у Антича. И с отклонением еще это... Но другое дело, конечно, можно сказать, пусть Антич так бросает и дальше всю дорогу. Но ему деваться некуда было. Время уходило. На периметре свободных партнеров. Первый Антич. Попал раз. Ассистировал два. Юдо. Точенца. Теодосич. Хороший пас. Прочитали Антича. Ну как же так бросать-то? Вот Антич видит под кольцом свободного партнера. Весело не забил. Юдо тут как тут. Основного времени этого матча будем говорить так. Защитные построения сейчас Феннербарча явно доминируют. Потому что нет таких... Явный бросок должен был быть от Воронцевича. Но наши улучшали, улучшали, не улучшили. А та ситуация, когда Аханец получил под кольцом. Там было уже два игрока. В результате потери. Ну а вот здесь... Эффект на тот Юдо добавил его. Но мяч-то все равно залетал в кольцо после броска весело. Потом табло у нас залипло. Юдо забил два последних мяча. У него так и значится. 13 игрокер результатив. Диксон с мячом. Здесь заставили опять армейцев разменяться. Но успел Агастин броситься к своему игроку. Однако... С такой решимостью, что по-моему уже мяч никому не отдаст. Он в этой атаке Юдо. Но для него это... Пятое персональное замечание. И пятый, по-моему, блок-шот. Четвертый или пятый блок-шот в исполнении Юдо. Но нам предпочли не размениваться на этот раз. Но Юдо и второй раз помогает своему парке. Там уже Агастину ничего не оставалось делать. Вот это вот. Но трудно взаимодействовать. Вот это вот. Высокого пик-н-ролла, когда центровой... И у Финера Теодосич. Снова Милош Бриксона. 90-77. Такой настоящий разгром. В дополнительной пятиминутке Джексон. Нет, и у него не летит поражений. Опять же, мы говорили в начале. Да, очень серьезно с занозой сидит у Финера.